всем привет дорогие друзья добро пожаловать на властелин колец модом энд нарад сегодня мы посмотрим 3 на 3 на шире которое должно в какой-то момент стать 2 на 3 судя по названию реплеем кстати блин забавно жаль что редко шир скидывают карта довольно таки интересная итак в верхней команде и ирюка или или ну и короче ирюка играет за мглистый гор я не знаю как правильно читать homeless играет за гондор и филраны сыграется ладно загнала хотел пошутить про то что они не тонут но не важно против них зерок аден играют и играет за лот лорин с ним энти файв играется прохон и за изенгард играет месс некс рохан захватывает аван пост и лорин захватывает плюс лорин еще и у гнома хочет узнать ну кстати косяк у синих горжа есть пильбо можно было бы его построить сразу же и уже аван пост работал вообще это довольно таки крутой старт для гнома потому что тут можно было бы сразу окупить повозку то есть прям сразу с одной фермы стартнуть в повозку ну в смысле я щас фигню сморозил с одной фермы стартануть в бильбо захватить аван пост затем стартануть уже в мастерскую и в повозку вот и пока она строится там бы еще хватило денег построить пару шахт перехватывает гном также ему гондор помогает второй аван пост захватил гоблин хобби тут дерется свою жалкую жизнь мне кажется что мне удастся спастись он заныкался под плащ но гоблины не такие глупые как солдаты рон если вы понимаете о чем я поэтому они не повелись на это говно я удивлен что гном отступает эти ребята эти и эти ребята вполне могут сражаться с этими типа вообще не страшно смотрите как гондорцы наяривают арафина но он сбежал появились мечники под малорном у них дофига брони поэтому там сражаться не получится в это время гоблины решили выселить дунгландцев из их дунгландом но приехали всадники рохана и начали выселять гоблинов из их тел выход получать ним слову садники рахириум не то чтобы сильно бронированные юниты поэтому гоблин может себе позволить на первых порах не париться по поводу конницы вообще не строить не пауков не мародеров строить просто кучу гоблинов то есть нападать отрядами по 6 гоблинов минимум главное чтобы у них был апгрейд я да кстати рохан всрал свою конницу и все и не бояться то есть конница ворвется да там пара отрядов гоблинов погибнет но конец тоже погибнет размен приемлемый вполне если же конница будет очень много тогда ну другое дело так дерутся гномы с лориан гондор делает нечто странно малорн практически снесли следует отступить этими лучниками иначе они сейчас сдохнут еще один отряд подходит танчить лицом и и уходит очень много дикарей дунланда разозлились за счет за то что их коммуналка была практически разрушена и теперь разрушают жизнь гоблина минус один тоннель минус ключевуха просто жесть можно рабочего убить но че-то как-то убили можно пойти сюда можно пойти сюда это просто фиаско для гоблина хуже хуже не придумаешь у него остался аванпост только за счет него он сейчас сможет жить может быть минус рабочий еще один и рюка не не реагирует никак минус ключевуха 2 жесть плохо как если сейчас дикари снесут этот аванпост то по сути гоблин выбыл из игры на некоторое время у него войска остались но немного так то здесь он ничего не строил в это время гоблин себя весьма неплохо чувствует против лориана что довольно таки странно но правда у лориана мало войск и при этом он с двух бараков как бы строят я не понимаю рохан хилится изин сидит гондор короче гондор играет в ту же тактику что и изин сидит гоблин сидит короче дерутся только эти ребята ну короче давайте я поиграю в предсказателя ливнет либо этот чел либо рохан хотя слушайте у рохана уже довольно таки приличное количество конницы может стоит все таки отменить вот эту вот очередь и начать строить копии я не то чтобы я хейтер но ладно не будем кстати у изина довольно таки приличная армия и гоблин ее не снесет никак ему нужны лучники но к сожалению у гондора другие планы он любит просто сидеть при том что сражение буквально у него на пороге ну ладно может он просто в стратегии никогда до этого не играл поэтому ну без шуток я сейчас кстати и когда в детстве впервые поиграл в первая моя стратегия была команды конкуэр первый кажись или 2 или 3 хер его знает короче хрень которая похожа на рыда лет я ее играл всего пару раз и потом вообще забыл про ее существование вот я сначала не понимал что такое туман войны то есть там такая чернота была вот и я двигался по одному и тому же маршруту который за 40 минут прочертили мои дозеры которые руду собирали вот и еще и не мог понять как войсками управлять все не знал что можно вот так сделать мышкой поэтому я кликал на 1 юнита и отправлял его это просто ужас был яс я реально 40 минут мучился пытался бота убить самого легкого но это нереально одним юнитом снести его нереально вот мне кажется у гондора такая же проблема может он впервые стратегии видит и не понимает что войска можно все выделять и отправлять в атаку он типа отправляет по одному и поэтому происходит то что происходит да ну кстати гном весьма и весьма хорошо разжился а это гоблин ливнул ох ну помянем то есть гоблин который сражался просто его пронесли он не выдержал и ливнул и в итоге этот гном остался с вот этим вот челом да то есть это не 2 на 1 на 3 а это 1 на 3 по сути ну ну что это гондор ну зачем по стоп я прям хочу homeless бомж давай посмотрим на тебя тебя есть вас 900 900 монет отсюда ничего не строится на хрена ты грейдил стрельбище ничего не строится вообще здесь очередь а уже три заказал грейд до 3 уровня чтобы строить копейщиков зачем их можно было строить сразу зачем ты грейдишь где рабочие есть рабочий почему он ничего не делает почему не строят здесь экономику почему не стоит второй барак где армии смотри сколько войск у гнома смотри сколько войск у тебя но я сильно удивлюсь если верхняя команда затащит ну на данный момент конечно у гнома огромное преимущество потому что у него две базы гигантское количество денег все дела но чем дольше будет длиться игра тем хуже и хуже все будет для него выглядеть потому что нижняя команда начнет развиваться к тому же у них не так уж и плохо с войсками сейчас и у них огромная толпа конины проконтрить которую получится только масс копьями а тут половина армии лучники копья особо не прикрывают лучников сейчас это конница по ходу туда ворвется сначала она ворвется в гондор а гондор конечно сверх разум он строит вышки ты за все это время пока гном дрался гондор не построил ни одного блять отряда но ладно ладно построил немного копейщиков и вся помощь гондора это вышки у себя же на базе ну красава просто это то что надо сейчас гному в итоге каким-то чудом все-таки нижняя команда уходит видимо орлы слишком сильно их напугали блин я не знаю ну конечно всякое бывает но в матче с нормальными игроками это нереально затащить эту ситуацию невозможно именно внув данных данной ситуации то есть когда один человек играет в москаву тебе придется много копейщиков делать но другие все играют в лучников то есть твои копейщики будут рассыпаться нет нереально если бы еще гондор не был пассивным челом ну то есть на что это такое и он он сейчас в атаку пойдет вот этими огрызками то есть он еще и фидонет их хотя может он просто решил вот это снести стражи стадели так одном че делает грейдит мастерскую может ему в повозку выйти у него же денег полно так нет мисс некс третий тир выходит скоро зерок тоже но чуть чуть менее скоро лучники дейла тут копейщики должны вот здесь стоять в стойке ежа так вырывается конница господи как же больно не ну конечно лошадей много там погибло но нам не кажется рохана насрать хотя сейчас он уже немножко заигрался потому что тут одни копия и он просто сейчас несколько отрядов по приколу слил но к сожалению гном не контролит своими копейщиками абсолютно и минус все его лучники господи как же больно на это смотреть просто так много сбрил гномов а если бы тут же много копейщиков этого достаточно было чтобы задефаться это конец стоп у них есть щиты а окей у них есть щиты но все равно все равно это еще не не гусары они не пробущены так сильно чтобы кататься по копе то есть если бы копейщики тусили вот здесь в лучниках со стойкой ежа практически вся эта конница бы сдохла ну радостная новость для гнома это то что гондор что-то начал строить то есть это уже похоже на какие-то войска он все равно сидит ничего не делает но хотя бы какие-то войска есть то есть может быть нижняя команда будет чувствовать угрозу от него и будет хоть когда-то нападать именно на него у лорина кстати очень мало войск не понимаю почему в повозку не выходит на стороны он строит он решил лорин подкресить лорин очень слаб но опять таки лорин даже слабее наверное чем вот этот чел но лорин что-то делает а этот нет поэтому лорин в миллионы раз лучший игрок чем этот сожалению и снова приезжает рохан но прикольно кстати копейщиков практически нет один отряд то есть он без наказа на всех лучников продавливает и уезжает забавно а он еще и по копиям решил проехать сюда любопытно ну копья конечно не сдохли ну с другой стороны он честно фонтан подъедет может она того и стоило может он какой-то опыт там накапливает изенгард решил напасть призывом туда тут тоже армия у изена не очень-то и сильная вален восьмого уровня можно будет скоро отдавать грейдой если он прокачается а торин к сожалению отправиться в гномий ад или нет или нет и балин даже выживет офигеть но следует отступить потому что копейщиков мало хотя 25 ты неплохо все уроки погибли и половина лучников лори она погибла к сожалению для гнома двадцать пятку наверное следовало бы сюда сдавать потому что армия изена и лори она никакая по сути была по сравнению с его тут только рохан представляет угрозу и рохан уже несколько раз убивал ему всех лучников если так будет продолжаться а кстати тэган седьмого уровня если он будет десятого уровня хана конец финита ля каменья это время от тараны снесли крепость лориана и пытаются снести последний барак одобряю кто-то возможно осуждает под крыс но я одобряю это правильное решение особенно когда у тебя в команде как бы так помягче назвать гондор без негатива конечно же кстати лориан еще жив флориан а вон он и снова к сожалению дном не прикрывает своих лучников и поэтому теряет всех стоп какой-то контроль был заюзный я не понял что произошло почему-то армия конницы рассосалась по всей территории продолжают драться ну-ка уходит лори пусть это может быть последнее знание лорина у него не видит раз он еще пытается сторонам снасти крепость рохана но увы не получилось но неплохо это даже какая-то надежда на победу к тому же гондор пришел и впервые за весь матч посражался впервые за 17 с половиной минут неплохо но по всей видимости гном разбит его некогда огромная армия теперь никакая вообще но с другой стороны он хорошо прокачан так и вижу тут броня есть но он может в принципе попытаться снести крепость орлами он же не знает что здесь стоят лучники но их не так уж и много в принципе если плюс они отвлекутся как-то то может что-то и получится рды призываются на роханцев ну если успеет нет не успеет к сожалению а это слишком рискованный был поступок и он конечно же не оправдался конница слишком быстро передвигается чтобы успеть вы и хиром и законтролить стоп лорин не проиграл нового почему ухты у рохана есть концлагерь земля пухом а вот почему он успел спасти рабочих и орлы пытаются крепость нести но уже слишком поздно гвейхир погиб осталось мало времени блин слушайте они бы успели снести ее если бы были призваны сразу туда ну ладно попер один таран гном пока что не строит подкрепы а деньги у него есть кондор строит подкрепы в это время изенгард пытается снести крепость гоблина мне кажется имеет смысл парочку вышек поставить потому что здесь здесь толком никого нет то есть тут один отряд ну два два отряда бьет крепость правда еще лорд с берсеркером то есть они будут ее очень долго бить и парочка вышек их всех нафиг перестреляет ну или это может сделать гондора кстати да он проснулся может быть и он поможет ну по крайней мере прогнал в это время рохан забустил практически всю свою конницу до 5 уровня плюс у него появился первый отряд конницы из лагеря это значит плюс 20 процентов урона и 20 процентов брони если ты один не погиб сожалению я его не вижу вижу хаму хама 10 уровня к еф вон он да ты один есть около 10 и того это 45 процентов урона и брони очень крутой буст для кавалерии плюс она вся пятого уровня повторюсь то есть теперь уже просто так кучей копейщиков и и не закон 3 теперь надо будет толпень копейщиков застройку лидер грейды кстати конец аж еще сами с грейдами походу да да с грейдом брони есть то есть это не 45 процентов про не это все 100 по сути если не больше но посмотрим у гнома очень мало войск у гондора вообще нет войск просто смешно пытается снести лори и вроде как бы успешно таран а нет не успешно сейчас это конница всех убьет о еще и станел прожал стойку ежа бы стойку ежа хоть чтобы побольше убить гондорцев может получится докачаться до двадцать пятки ой говорю гондорцев роханцев пардон прожми братан ну поздно рохан начал в ближнем бою сражаться уже неважно стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп таран они таран не добили таран крепость несет щиты надо только опустить нет что ты делаешь гном щиты опусти щиты он не снесет тебе таран хотя все равно ладно он все равно не снесет мог бы обилку юзнуть на таран забыл окей этот размен был в пользу дном а но теперь у него большие проблемы теперь он может потерять крепость он использовал мощный катабульта чтобы снести пара еще и зенгард нужно слить масло надо заградить бочонки с маслом они довольно таки быстро делаются тому же у него крепость обстроена то есть роханцы и и не скоро снесут есть еще возможность обстрел закинуть он не так хорошо здание сносит как войска то есть потеря здоровья своей крепости не будет ну такой большой но в любом случае рохан передумал так двадцать пятку ой как-то криво закинул ни в кого не попал жесть надо пытаться хотя бы баллист снести чтобы гондор жил он конечно бесполезен но но он есть но то есть он он хоть что-то представляет плане угрозы ремонт даже а гондор на себя ремонт кинет интересно адаке но вообще у гнома все в его руках то есть у него есть боль у него есть халявные грейды можно всю армию сделать с грейдами можно спамить одних копейщиков когда у вас есть все грейды то вот это вот проблема то что лучники копейщиков убивают хорошо частично нивелируется здесь он может спамить одних копейщиков что он и делает и надеяться на победу действительно но тут только одна загвоздка успеет ли он накопить достаточно копейщиков перед тем как рохан снова в него врежется этой ордой плюс гондор ну практически погиб гондор таки не понял что лучников уже строить не надо походу к сожалению болен не использует свой ульт зря зря и не используется стойкой ежа обидно о кстати 2 лин может качнуться до ульты теоретически болен при смерти призывается третий тир прожми ты стоечку хоть раз за бой хоть раз нет ну ладно это да это конец над нереально выиграть же рохан не даст построить копья но много в смысле не даст хотя тут все стреляет но он пока что боится сносить вот роль был построен на гондор уже нет смысла надеяться ходу даун сиденье слил в эти три бушеты ну ладно смотрим смотрим дальше так а чё лорин о лорин уже практически восстановился проспонсировали я не уверен что его и дин спонсировал по ходу гон по ходу он рохан второй раз пытаюсь рохан назвать гондором также имеет смысл восстановить ван посты но не постоянно конечно не пока до их восстанавливать но когда какое-то затишье сражение к сожалению землетрясение их не снесет оно их в принципе неплохо покоцало но если рохан сдаст хилку то да то да что остается половина обстрела откатилась орлы где-то были призваны пардон а они здесь были призваны я не понял зачем ну минус плавильный минус аван пост не ну все это гг типа тут ухты glorious charge ищи не получится тут выжить мотаем окей он испугался неожиданно но почему принципе у него есть деньги крепость можно починить летела плюха но промазал да да эх ну респект за попытку но промазал на этот рандуил стрел не мог бы рун и закинуть тем что он и так прокачиваться блин я только что заметил а он не использует ровный ни у кого из гномих героев нет рун это же самые главные фичи синие коры сейчас 2 лин ищи можно застрелить если лориан захочет бандер стены строго хорошая тактика лан давайте промотаем это какой-то побоище я слышал еще один концлагерь господи гондор может я слишком злой но я бы после этого матча гондор в чес добавил чтобы никогда больше никогда с ним не играть в одной команде гондор гондор да ну у у у может он сдастся ну красиво а с а а а а а а а а ох нифига ладно сорян пацаны чуть скучно стало я не знаю как это коменте тоже ничего не происходит но никто не сдается может хоть сейчас рохан не отступит он уже пять раз мог снести крепость он то ли поэмит то ли не понимает ну как он может не понимать у него огромная пачка но он отступает каждый раз чего он блин боится а он отступил да ты гонишь рохан ты чё аутист что ли ну ладно древооборот добьет крепость аллилуйя пипец у этого рохана самые маленькие сморщенные яичишки которые я когда-либо видел в бфм е зачем отступать там столько там столько роханцев что еще пять крепостей можно было бы снести одновременно не бомбит всем спасибо за внимание огромное спасибо всем кто стал моим папиком в описании видоса вы найдете ссылки на скачку этой игры и много чего еще если вам понравилось ставьте лайки колокольчики свечки в церкви чао какао а а а а а